Бизнес-монорама в эфире И мы готовы рассказать о том, что происходит в деловом мире С вами Артемий Заварзин, здравствуйте И вначале темы и события, которые обсуждались в течение последних 7 дней Три проекта, которые ведет корпорация развития Архангельской области Получат поддержку фонда президентских грантов На общую сумму более 3 миллионов рублей Самый масштабный проект «Умная островная Арктика» Направлен на создание эффективного механизма решения проблем острова Кега Причем разрабатывать и реализовывать концепцию будут сами жители Президентский грант в полмиллиона рублей Получит небезызвестный Нядномский клуб «Забота» На создание сенсорной комнаты для особых детей Третий проект – Центр гидрореабилитации в Архангельске Где откроют секцию сухого плавания 25-й лесозавод Архангельска в этом году на 20% Увеличил объем производства экспортных филоматериалов На 57% выросли показатели и по биотопливу За 9 месяцев 2018 года выпущено 138 тысяч тонн древесных гранул Заготовка технологической щепы также на подъеме С января по сентябрь ее произведено 270 тысяч кубометров Утвержден план приватизации госимущества Архангельской области до 2021 года В нем 39 объектов недвижимости вместе с земельными участками Благодаря приватизации через продажу на аукционе в 2019 году Областной бюджет планирует получить не менее 14 миллионов рублей Сегодня объекты, попавшие в прогнозный план, денег казне не приносят Из 36 заявок, поданных на проект «Умник», в финал прошли только 24 В корпорации развития региона, которая является оператором программы Фонда содействия инновациям, состоялся полуфинальный отбор В итоге победителем могут стать сразу несколько проектов На кону грант в размере 500 тысяч рублей Программа «Умник» помогает получить финансирование на научно-исследовательские работы И затем внедрить их, получив коммерческую прибыль Участвуют в конкурсе студенты, аспиранты и молодые ученые вузов Поморья Финал в декабре Соловки вошли в десятку популярных туристических направлений России Об этом сообщило аналитическое агентство «Турстат», представив рейтинг объектов по популярности у туристов Наш архипелаг стоит в одной линейке с московским Кремлем Белокаменными памятниками Владимира и Великого Новгорода А также историческими центрами городов Ярослава и Санкт-Петербург К слову, рейтинг объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России составлен как раз По результатам анализа их посещаемости туристами За фиктивные счета реальное наказание? Речь о крупных игроках рынка Плесецкое дорожное управление обвинили в мошенничестве Возбуждено уголовное дело Напомню, что предприятие с прошлого года является генподрядчиком по уборке дорог Архангельска Как раз исполнение муниципального контракта послужило поводом для прокурорской проверки Установлено, что должностными лицами компании выставлены недостоверные счета для оплаты фактически неоказанных услуг по вывозу снега Из городского бюджета на это направлено более полумиллиона рублей Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» Если вина должностных лиц, выставивших фиктивные счета, будет доказана, им грозят реальные сроки заключения Финансовые мошенничества сегодня тесно связаны с информационными технологиями Взять хотя бы недавнюю рассылку от якобы Сбербанка с предложением пройти опрос и получить денежный приз на сумму от 18 до 132 тысяч рублей Перейдите по ссылке, заполните анкету, пригласите 15 друзей последовать вашему примеру и получите гарантированный денежный приз от Сбербанка Такое сообщение в WhatsApp пересылали друг другу многие жители Архангельской области Ответить на нехитрые вопросы, связанные с оценкой качества услуг работников Сбербанка и получить приятную сумму – привлекательное предложение, согласитесь Вот только сберегательный банк к нему никакого отношения не имеет, заявили нам в Архангельском филиале Финансовое учреждение не получает, таким образом, обратную связь от клиентов Мошенники регулярно создают поддельные сайты, внешне очень похожие на официальный сайт Сбербанка Их цель – ввести человека в заблуждение и получить доступ к его средствам Поэтому важно обращать внимание на ссылки, которые отправляют даже самые близкие друзья И уметь распознавать фишинговый сайт Будьте внимательны и не вводите данные своей банковской карты на сомнительных сайтах Главная рекомендация от экспертов Сбербанка – если вы получили странное сообщение, ничего сразу не предпринимайте Возьмите паузу и позвоните на горячую линию банка, телефон на экране Этот номер бесплатный Такая коммуникация будет для вас и ваших финансов безопасной и позволит прояснить все возникшие сомнения Вовремя распознать уловки мошенников и не дать им ни единого шанса Осознанно подходить к любому вопросу, связанному с большими или напротив пустяковыми тратами Именно так поступает человек, обладающий определенным уровнем финансовой подготовки И это про нас с вами, ведь в каждом выпуске «Бизнес-панорама» выходят уроки финансовой грамотности Тема сегодняшнего – секрет маленьких денег Доброго времени суток, с вами Иван Захаров И мы продолжаем прокачивать нашу финансовую грамотность В одном из своих прошлых выпусков я обещал вам рассказать секрет маленьких денег Как вы думаете, можно ли из 100 рублей сделать миллионы? Нет? А вот и да! Дело в том, что когда мы пытаемся отложить деньги и потом их приумножить Часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что мы отказываемся это делать ввиду незначительности суммы Мы просто не делаем, а крупно у нас не получается И в результате мы не делаем ничего, деньги не копятся, ну и соответственно инвестировать нечего А давайте посчитаем, а что если мы будем откладывать совсем небольшую сумму, которую в принципе может каждый отложить Например, 100 рублей, и мы будем откладывать каждый день Дошвем из кошелька и кладем в копилку К концу месяца у нас будет 3000 рублей Эти 3000 рублей мы можем положить на депозит под 6% годовых И мы можем это делать каждый месяц В этом нет ничего сложного Что произойдет, если это мы будем делать системно? У вас появится привычка, возможно у вас даже появится комфорт в этом И вы будете это делать Если это делать каждый месяц на протяжении 20 лет Да, срок большой, ну неважно, я вам расскажу, что можно этот срок сократить 3000 рублей каждый месяц 20 лет под 6% годовых в банк То в конце концов у вас скопится сумма чуть больше чем 1 миллион 300 тысяч рублей Уже нормально согласитесь с суммой, но все-таки срок большой 20 лет Что можно сделать с тем, чтобы эта сумма увеличилась? Первое, можно увеличивать сумму вложений Как сделать так, чтобы эти деньги были всегда у вас отложены? В одном из своих прошлых выпусков я рассказывал об одном еще маленьком секрете Который дает большие результаты Это плати себе в первую очередь Если вы не видели этот выпуск, я вкратце расскажу Дело в том, что мы откладываем те деньги, которые остаются после того, как мы что-то потратим Я предложил сделать так, что вы эти деньги платите себе в первую очередь И объяснил почему Вы самый важный человек в вашей жизни Нет никого важнее Если вы не платите себе, то ваше подсознание видит, что деньги для вас не важны Вы относитесь к себе неважно Хотя на самом деле это не так И когда вы платите себе в первую очередь Вы эти деньги уже сразу откладываете То есть вы получили заработную плату аванс Отложите минимум 10% То есть заплатите себе Все остальное можете тратить, неважно Хорошо, если у вас будет получаться откладывать больше 15-20% В принципе 10% отложить может каждый вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете И когда вы платите себе в первую очередь Эти деньги у вас остаются И вы уже можете их приумножать и инвестировать Так вот, вы отложили эти деньги И можете их инвестировать Ранее говорил уже несколько финансовых инструментов Которые на длинном промежутке времени могут давать больше эффект, чем депозит Если мы рассмотрим тот же самый случай 3000 рублей под 10% годовых, 20 лет Сумма уже будет более 2 миллионов рублей Чудеса начинают происходить Это сила сложного процента Опять же, я его тоже в прошлых выпусках рассказывал Когда процент идет на процент И если вы будете вкладывать деньги под индивидуальный сетный счет Покупать облигации высоконадежных крупных корпораций РЖД и так далее Вы можете получать 20% годовых с вычетом Если мы рассмотрим вариант 20% годовых Те же самые 3000 рублей каждый месяц, 20 лет То сумма уже будет более чем 6,8 миллиона рублей А если вы, естественно, за 20 лет Инфляция будет добавлять в вашу заработную плату Либо там доход, если вы бизнесом занимаетесь Вы можете откладывать не 3000, а 6000 рублей Сумма будет гораздо больше Может быть, прямо сейчас стоит откладывать по 100 рублей И стать богатым Решение за вами С вами был Иван Захаров Я желаю вам финансового удачи и благополучия Продолжаем Корпорация развития региона разработала новые инвестпредложения Они рассчитаны на привлечение российского и иностранного бизнеса В еще не занятые ниши экономики Архангельской области Во-первых, предлагается модернизировать детский лагерь в Устьянском районе На это необходимо почти 46 миллионов рублей Срок окупаемости 7,5 лет Не такие уж долгие деньги Следующее инвестпредложение Это производство минеральной и лечебной воды в Красноборском районе Природный источник есть Остается только организовать розлив воды в тару И реализацию ее в торговых точках Еще один проект для бизнеса Это модернизация сети котельных В поселке Абазерский Плесецкого района Как раз в муниципальной котельной, с учетом того, что там очень высокая степень износа Было принято решение просчитать путем объединения в одну общую котельную В итоге вместо шести муниципальных котельных Мы создаем одну котельную по проекту И вместо там почти 13 километров теплотрассы Будет построена порядка 19 километров новая теплотрасса Которая будет выдавать ту же самую мощность Которая сейчас требуется этому поселку с резервом на случай низких температур Третий проект также одобрен правительственной комиссией Его стоимость более 50 миллионов рублей С появлением новой котельной закрывается социальная проблема в Абазерской А инвестор вернет вложения в течение нескольких лет С учетом прибыли, собирая платежи за тепло Теперь будем ждать, когда потенциальные инвесторы решат детально изучить эти проекты Поймут, в чем их выгода И приступят к конкретным действиям В Архангельске будет создан центр оценки квалификации Причем независимой оценки Соискатели через экзамен смогут подтвердить свой профессиональный статус Навыки и умения А работодатель сэкономит время на подборе персонала И получит сотрудника нужной категории Независимая оценка квалификации Это тренд последнего времени, заданный президентом страны Аттестация кадров выходит на новый уровень Повысить конкурентноспособность на рынке труда И получить преимущества для карьерного роста Это лишь малые выгоды независимой оценки квалификации Закон вводит профессиональные стандарты Подтверждать соответствие которым нужно через экзамен Если все успешно, сертификат с подтверждением у вас на руках Системы еще только формируются, но уже определены переходные периоды Так, с 1 июля 2019 года вся система оценки будет проходить Исключительно на площадках специальных центров Иные способы прекращают свое существование Второй переходный период является также архиважным Для формирования системы в целом Это январь 2020 года Данный срок зафиксирован 584-м постановлением Это для категории организации Где есть присутствие государства Минем 50% есть участие государства Такой круг организаций в Архангельске достаточно широкий И для них переход на требования профессиональных стандартов С января 2020 года будет обязательным Мы подготовим ряд кейсов и программ Которые позволят планомерно этим организациям перейти на данные требования Сроки подтверждения квалификации пока предмет для обсуждения А вот где в Архангельске можно сдать экзамен по профстандарту бухгалтер Уже известно Это центр «Консультант плюс Архангельск» Экзамен на соответствие профстандартам Специалисты финансовых рынков сдают очно Конечно, нововведения повлияют на ситуацию на рынке труда На кадровые процедуры в бизнесе На оценку и аттестацию работников И как раз подтвердить соответствие профстандарту Можно будет и в центре в Архангельске О том, как он будет работать Мы поговорим с руководителем центра Татьяной Убиенных Она у нас сегодня в гостях Татьяна, здравствуйте Здравствуйте, Артем Итак, федеральный закон о независимой оценке квалификации Вступил в силу Что он принесет нового в отношении работодателя и работника? Ну, прежде чем понять, что он принесет нового Нужно понимать, что независимая оценка квалификации Это завершающий этап глобального проекта Который называется национальная система квалификации Что сейчас у нас на рынке существует? Существует предложение образовательных учреждений Которые в большом количестве готовят юристов Менеджеров, экономистов Тогда как нашим работодателям нужны слесари, каменщики, электрики и так далее То есть сейчас идет небольшой такой перекос И создавая национальную систему квалификации Была поставлена задача уравновесить спрос и предложение Как это действует? Все наши деятельности, которые существуют в России Поделили на определенные участки, блоки, отрасли И по каждому такому направлению создали свой совет Допустим, есть совет по профессиональным квалификациям финансового рынка С которым мы сотрудничаем Есть совет по профессиональным квалификациям в автомобилестроении и так далее Задача каждого такого совета Промониторить, продиагностировать отрасль, в которой они работают На предмет потребностей То есть совет изучает потребности работодателя В каких специалистах они сейчас нуждаются В каких специалистах они будут нуждаться через некоторое время И составляет списки Далее работа строится следующим образом Совет вместе с работодателем Здесь важное значение имеет, что это совместная работа советов и работодателей Они определяют, чем же должен заниматься специалист И какую квалификацию он должен иметь И на основании этих требований создаются профессиональные стандарты На базе чего будет создаваться и уже создан Центр независимой оценки квалификации? Центр оценки квалификации создан на базе регионального центра Консультант Плюс по Архангельской области Янинском автономном округе Ну, поскольку у нас имелась материально-техническая база для открытия подобного центра Сдать экзамен можно будет сейчас по профстандарту бухгалтер Только бухгалтер пока Почему так? И кто будет входить в пул экспертов, которые, собственно, экзамен будут принимать? Почему именно бухгалтер? Для открытия ЦОКа нужны были три эксперта И нам понятна и проста тема бухгалтерии Кроме того, у нас есть специалисты, которые отвечают всем требованиям эксперта Мы их подготовили, они прошли курс повышения квалификации На базе Санкт-Петербургского финансо-экономического университета Внесены в реестры экспертов с наделением полномочий по независимой оценке квалификации Услуга сдать экзамен, она платная Кто за нее будет платить? Да, услуга платная Стоимость этой услуги 19 тысяч рублей Цена неизменна по всей территории России Если оплачивает работодатель, то у него есть налоговые льготы Налоговые вычеты, так называемые, да? Для работодателя это уменьшение налоговой базы, которая прописана на налоговом кодексе Если услуга оплачивает сам искатель, то у него есть налоговые вычеты 2 НФЛ При заполнении декларации в налоговую инспекцию Для работника это престиж Это подтверждение, еще раз говорю, своей квалификации Это возможное перемещение по карьерной лестнице Это возможное замещение внутри одной фирмы И если работодатель вводит систему оплату труда в зависимости от квалификации Это повод увеличить свою заработную оплату Ну и конечно, наверное, мы сегодня говорим прежде всего о прозрачности некой, да? На рынке труда На центр оценки не влияют ни работодатели, ни сам соискатель Оценочные средства, по которым мы оцениваем соискателей Разрабатываются с советом по профессиональным квалификациям финансового рынка И присылаются нам накануне экзамена Весь экзамен проходит в специальном помещении Оборудованным видеонаблюдением и микрофонами Тем самым мы еще раз говорим о независимой оценке квалификации соискателей То есть это такой ЕГЭ для взрослых, можно сказать? Да, сравнивается ЕГЭ для взрослых Есть такое Татьяна, спасибо вам большое за беседу Будем ждать первых экзаменов, первых хороших результатов И пожелаем северянам удачи в подтверждении своей квалификации Спасибо большое Спасибо Перелавки магазинов скоро пополнятся свежей рыбой Сразу три рыбопромысловых судна Архангельск, Викинг и Койда-2 Зашли в порт областной столицы На их борту сотни тонн трески, пикши, камбалы А также ерш, палтус, зубатка и уже переработанная продукция Три промысловых судна в общей сложности привезли около 500 тонн рыбы И еще 200 филе Из глубоких трюмов всю продукцию перегрузили на склад Потом сразу в машины и на прилавки магазинов столицы Поморья Все пойдет на рынки города Архангельска Так что местные жители останутся с рыбой Сейчас следующий рейс опять в районе месяца И также по набору груза пойдем обратно в порт Архангельск Капитан судна Викинг Дмитрий Бурков рассказывает В родной порт Архангельск не заходил уже 12 лет Корабль был приобретен в Исландии А четких регламентов, растаможки и промысловика до последнего времени не существовало Мы раньше не заходили, этот пароход у нас не работал на Российскую Федерацию Ввиду того, что был не растаможен То есть мы работали в основном на порты Европы Сейчас все формальности улажены После разгрузки экипаж Викинга уходит в очередной рейс В Баренцево и Норвежское море Чтобы освоить оставшуюся квоту на 500 тонн рыбы В порт столицы Поморья сегодня заходит все больше судов Причем не только местных компаний Сказывается региональная политика по повышению привлекательности порта Архангельск Проведительством региона была проведена достаточно колоссальная работа По снижению портовых сборов, по дноуглублению русла реки Я уже не говорю о том, что по закреплению долей к вод И сегодня созданы все условия для того, чтобы наши рыболовецкие суда заходили в порт Архангельск И загружали те емкости, которые сегодня не загружены в полной мере Заход рыбопромысловых судов в порт Архангельска Это не только всегда свежая продукция на прилавках местных магазинов Но и все больше заказов у наших портовиков и судоремонтников Этой осенью сфера производства вошла в пятерку самых популярных у работодателей Из Архангельской области Доля вакансий в этом секторе на сервисе Headhunter составила 7% от всех предложений о работе Так в сентябре количество предложений о работе в сфере производства увеличилось почти вдвое Если сравнивать с аналогичным месяцем 2017 года Соискатели после лета тоже активизировались Резюме в сравнении с прошлой осенью стало больше на треть Однако подобная динамика пока не очень сказывается на уровне конкуренции В среднем на одно рабочее место в сфере производства приходится три соискателя Хотя нормой на рынке труда считается 5-6 И о самом интересном, о доходе В текущем году средняя предлагаемая заработная плата в сфере производства в Архангельской области Составила 57,5 тысяч рублей Кстати, уровень дохода это важный, но не единственный критерий По которому соискатели выбирают место работы Определяющей также является репутация компании Почему работодателю не стоит подходить легкомысленно к имиджу своей организации Об этом в рубрике про работу Добрый день, меня зовут Светлана Свирида И в этой передаче я расскажу, что такое HR-бренд и зачем он нужен компании Зачастую компании заботятся о том, как они выглядят в глазах своих потребителей Но для того, чтобы привлекать хорошие кадры, нужно задумываться о том А как компания выглядит в глазах своих потенциальных соискателей и тех сотрудников, которые в ней работают По факту HR-бренд это репутация компании и ее имидж среди соискателей Зачем же нужен HR-бренд? В первую очередь это экономия для компании, которая хочет с одной стороны удержать лучших сотрудников А с другой стороны привлечь наиболее квалифицированные кадры Согласитесь, что вам самому хотелось бы в большей степени идти в компанию, о которой соискатели говорят хорошо Чем в компанию, о которой говорят, что там не выплата заработной платы или, может быть, начальник самодор Наверняка вы будете задумываться, стоит ли идти даже на собеседование в такую фирму Что же влияет на формирование HR-брендов? Ну, во-первых, конечно, это финансовая мотивация Какая она в компании Мы все хотим хорошо работать, но и хорошо зарабатывать Какие бонусы, компенсации предлагает компания Это также влияет на формирование HR-бренда Есть ли возможность в компании обучаться или предоставляется ли в ней карьерный рост Это также важный пункт при формировании HR-бренда Если вы видите, в компании часто возникают вакансии, то всего скорее HR-бренд сформирован неверно По крайней мере, для соискателей У соискателей формируется мнение, что в такой компании текучка, а значит, что-то не так Поэтому сегодня множество инструментов для HR, позволяющих сформировать наиболее благоприятный имидж Ну, во-первых, позаботьтесь о корпоративной культуре Кто вы и что вы, как компания, как руководитель это транслирует Если этого не происходит со стороны руководителя То сотрудники сами формируют корпоративную культуру, как могут Поэтому лучше, чтобы она спускалась сверху Я желаю вам успешных сотрудников и хорошей, привлекательной работы До новых встреч! И последнее, 14 и 15 ноября в регионе пройдет единый день отчетности Специалисты налоговой МЧС, Роспотребнадзора и других контролирующих структур Встретятся с предпринимателями для личных и коллективных консультаций На повестке дня результаты проверок бизнеса и разбор ошибок Которые чаще всего встречаются у предпринимателей 14 ноября с 9 утра на площадке научной библиотеки САФУ Будут работать представители МЧС, антимонопольный и налоговый служб А 15 ноября там же сотрудники регионального министерства ЛПК, Роспотребнадзора и госжилинспекции Вход свободный Спасибо, что смотрели бизнес-панораму Я по традиции желаю вам заниматься тем, что интересно И делать интересным то, чем занимаетесь До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин